Зелегро К сегодняшнему рубежу четыре мощнейшие спортивные державы. Россия, Америка, Китай, Казахстан. Выкладывались по полной. Надо преодолеть усталость. Из последних сил настроиться на победу. Пожелай нам, Россия, удачи. Посмотрите первый канал. Большие годы четыре. Возвращение чемпионов. Финал. Дамы и господа. Финал четвертого сезона больших гонок. На стадионе появляются сборные команды четырех стран. Это сильнейшие игроки. Лучшие из лучших. Сборная Америки. Элита армии. Морские котики. Победители студенческих соревнований по гиг-боксингу и боям без правил. Выходят сокрушить своих соперников. Сборная Китая. Мастера восточных единоборств. Гимнасты. Цирковые артисты. В преддверии Пекинской Олимпиады они рассчитывают только на чемпионский титул. Сборная Казахстана. Доказала, что может быть опасным соперником. Уверена, увезет домой вот чемпиона. Но пока чемпион Россия. Мы победили в третьем сезоне больших гонок. Мы снова приехали сюда, чтобы показать всему миру. Бывших чемпионов не бывает. Мы чувствуем поддержку своей страны. Мы выходим заряжены на победу. Ходим красиво. Готова Россия. Играем мы честно. Большими звонки клёва. На первом мы вместе. Россия готова. Давай Россия. Давай, давай. В решающий бой вступают сильнейшие российские игроки. В отборочных турах они доказали, что достойны защищать честь страны в самой важной игре сезона. Мы не можем не выйти на этот бой. Рука держит меч. Глаз горит. И мы не помним старых ран. Это большие гонки. Это финал. Для меня большая честь объявить. Сборная. Россия. Капитан команды Елена Яковлева. Тренер команды Ольга Слузкер. За нами Россия. За нами страна. Атака победа. Одна нам нужна. И на сегодняшний день, видимо, это правда. Нас всех объединяет одно. Чтобы мы выступили за Россию лучше всех. Чтобы действительно показали здесь наш победный дух и командный дух, которым мы всегда славились. Эта команда должна продемонстрировать что-то совершенно необыкновенное. Я с удовольствием буду следить за этим. И хочу пожелать, чтобы они не подкачали. Россия. Россия. За титул чемпионов. В большом финале. Будут бороться. За нами Россия. За нами страна. И только победа. Одна нам нужна. Я не знаю, что говорят в напутствии спортсменам. Мне кажется, что у вас все есть. И сейчас тот самый главный момент, когда открывается второе дыхание. Я вам только хочу пожелать от всего сердца, от души всех наших телезрителей, чтобы у вас открылось это второе дыхание. И победа принесла счастье. Потому что наша команда лучшая. Она обязательно победит. Ответственность огромная. Телезрители смотрят. Будут переживать. Я постараюсь сделать все, чтобы не подвести их ожидания. За моей спиной готовится первый конкурс сегодняшнего большого финала. Лягушки-обжоры. Задача участников, оттолкнувшись с двух ног, перепрыгнуть с островка на островок, в бассейне, сорвать муху и добежать до тумбы, установленной на площадке. Сложность в том, что костюм лягушки тяжелый. Островки скользкие, а площадка, на которой стоит тумба, вращается. Победит та команда, у которой на тумбе окажется наибольшее количество участников. Я не хочу быть лягушкиным. Придется. Кто, если не умеет? Ква-ква. Кто заявлен в первый конкурс? Итак, первым у нас на трассу выходит Крисусай Фулин. За ним Марина Купцова, Наташа Рогозина. Третья и замыкает Бекнерзав Долобеков. Победа вперед и только вперед. Назад дороги нет. Наталья, как ты себя чувствуешь? Это первый забег, первый конкурс. Гигантская ответственность. Дим, веришь? Нет, боюсь, как никогда. Думаю, если я то упаду, мне Ольга Слойскер побьет. Мне надо выдержать, пройти все без ошибок. Ты скажешь, что ты со мной? Тебя теперь никто не обидит? Оль, если я упаду, Диму побейте сначала, кто меня. Снохалка. Итак, остается одна секунда. За моей спиной рефери объявляет сборную России. 3-2-1. Все. Время пошло. Миша Зейфулин выходит на дистанцию. Немножко головато именно для этого конкурса. Даже не для конкурса, а для этих мыльных зеленых островов, которые предательски качаются и скользят под ногами. Итираем. Несколько не хватает смелости, чтобы прыгнуть на остров. Прыгает. На коленке приземляется. О, круто. Миша Зейфулин первым преодолевает, не нарушая правил, не форсируя события, спокойно взвешивая каждый сантиметр своей дистанции. А вот сейчас очень сложно. Два круга, крутящиеся в разные стороны. Все. Первый трофей у нас есть. Радио! Пошла чемпионка мира по боксу Наташа Рогозина. Хорошо идет. Волнуется, чувствуется. Измеряет каждое движение, каждый шаг. Мыльные островки, которые не дают возможности спокойно отталкиваться. Вперед, вперед! И приземляться на все те конечности, которые хотелось приземлиться. Нет, нет, нет. Не поддается ей дистанции. Вот пошла Тупцова. Хорошо идет. Еще раз напоминаю, что каждое движение спортсмены взвешивают, соизмеряют все свои силы, возможности. Очень гладенько проходит. Красивая спортсменка, мощно всегда работает. Нет, нет, нет. Может быть это не женская дистанция. И может быть понадеялись на девочек. Тренер и капитан команды Дыкнер Забулабеков пошел. Молодец. Молодец, но как соленый огурец. И вновь пошла чемпионка мира по боксу Наташа Рогозина. Наташа! Есть! Все, в нашей команде ничего не изменить уже. У нас один трофей. Что не срослось? Ну, во-первых, очень плохо видно, это раз. И во-вторых, очень скользко. То есть я, как бы, на голову Дарвис пыталась зацепиться, но невозможно, что-то скользко под руками и под ногами. Ну, не знаю, все силы использовал, но не получилось. Ну, бывает. Я не думаю, что надо отчаяниться. У нас впереди большое количество конкурсов, и команда, по-моему, очень крепкая, хорошая. Дыкнер Забулабеков, почему у тебя не срослось? Ну, костюм у меня совсем был неудобный. За что ты скажешь, если в этом костюме представитель другой команды проявит себя, и у него все получится, а? Ну, будет очень интересно на это посмотреть. И обидно? Да, будет не обидно вообще, я не люблю проигрывать. Ну, сейчас самое главное после этого разозлиться, потому что, наверное, мы немножко расслабились все-таки, да? Настоящие мы лягушки, ну что ты сделаешь, что поделаешь? Ну, царевна, царевна, ну что теперь? А сейчас лучшие моменты игры Китая, Казахстана и Америки. Китайские лягушки шли по дистанции легко, быстро улыбаясь, ловко срывали мух. 6-0 я бы поставил китайцам за технику, 1-0 за артистизм. Отличный результат у Китая. Две французские мухи в лапках китайских лягушек. Казахские лягушки прекрасно прыгали по островам, легко взмывали, а за мухами не сложилось только на вращающейся поверхности. Лягушки падали, улыбались, но кружились. Но в конечном итоге находили в себе силы встать на тумбу. Две мухи – отличный результат у Казахстана в этом конкурсе. Америка поразила всех своей мощью, мощными американскими ногами. Лягушки штурмовали острова, теряли с мощных лоб штаны. Но не комплексовали, а выгирали лапки в преувшении победы. Рановато будет всего одну муху, донесли до финиша американские враги. И уже тут я смотрю, так болельщики друг на друга смотрят, такие кричалки. Когда ты держишь флаг или на тебе российский флаг, первый канал, и начинаешь реально соревноваться, реально заводиться. Итак, дамы и господа, я объявляю результаты первого конкурса. Два балла Америка, увы, два балла Россия, четыре балла Казахстан и четыре балла Китай. Наметились явные лидеры, но это лишь лидеры после первого конкурса. Дальше больше. Это финал. Россия! Россия! Я так расстроился, что первый конкурс, он какой-то для нашей российской команды немножко неудачный. Но надо победить. Очень надо победить, очень. Расстроены результатом и болельщики. Немного нервно и несобрано сыграли сейчас наши ребята. Похоже, дело в накопившейся усталости. Игроки сборной России участвовали в большинстве игр отборочного цикла и выкладывались по полной. Поэтому тренер команды Ольга Слуцкер решила поберечь самых сильных спортсменов до следующих конкурсов. Призер олимпийских игр под дзюдо Дмитрий Носов показал блестящую игру в гонке уиток во втором полуфинале, но травмировал спину. В конкурсе «Контитерская» получил травму руки и актер Михаил Мамаев. Есть ли кто-то, кто отказался принять участие в финальной битве по уважительным, как кажется, для него или неуважительным причинам? Нет, таких нет. Более того, Миша Мамаев будет работать в конкурсе с быками. Да, и он вызвался сам, и он уверен, что он сможет принести команде пользу. Это победа над страхом, потому что страх присутствует обязательно. Все-таки это природа, и на тебя идет животное. Это победа над противником, в конце концов. Потому что, если ты побеждаешь с быками, значит, твоя команда набирает очки. Дима Носов тоже не принял мое предложение уйти в запас и тоже будет участвовать в сегодняшней игре. В моих глазах сияние свет. В них пламя доблестных сражений. И радость красочных побед. И слезы горьких поражений. Как всегда, перед серьезным сражением, Дмитрий Носов сочиняет стихи на актуальные темы. Похоже, это помогает нашему спортсмену настроиться на победу, забыть о боли и усталости. Усталость дико, но есть кураж. Должны обязательно победить. Итак, леди и джентльмены, приготовьтесь. Вот оно и началось. Страх и ужас сегодняшнего вечера. Мышинная эстафета. Задача участников – пробежать с кусочком сыра по арене через тоннель и опустить сыр в корзину. Проблема в том, что по площадке носится бык. Победит та команда, у которой к концу игры будет больше всего кусочков сыра. Скажи, пожалуйста, кто заявлен от сборной России в следующем сложнейшем испытании с быками? Аскольд. Запашный. Да, и Дима Носов. Хорошо, мы с тобой работаем. Я знаю, именно. Запашный, да. И Дима Носов. Да. Носов попросился категорически. Несмотря на то, что у него болит спина, он специально сделал укол для того, чтобы составить компанию в конкурсе мыши. Ну, понятно. Нет, просто на мышей можно. Ну, хотя... Или ты без Носова хочешь играть? Нет, я только с Носовым хочу. У нас просто дуэт с запашный Носовым. Я уж скоро в цирк пойду. На замену старшему брату, если что. На них вся надежда. Сейчас они встряхнут команду. У тех, кто неудачно в том первом конкурсе выступил, я надеюсь, спортивная злость сработает. Иногда нужно стать крысой для того, чтобы пробраться в стан врага и сделать свою черную работу, но для победы. Конечно, очень нервно все, потому что это финал, это давит на психику. Но игроки действительно у нас сильные, и спортсмены, и артисты все. Вот. И мне кажется, прям не может быть, что позволяет победить. Кто победит? Этот вопрос мучает всех. И больше всего американскую ведущую Линду Лакост. Спокоен только российский ведущий. Я уверен, Россия. А я думаю, Америка. Ладно, пусть победит. Вот так, дорогие друзья, потихонечку, полигонечку личная жизнь налаживается. И уже было хотел я после финала вернуться на родину, а нет. Видимо, несколько задержусь. Через несколько секунд, шутками-прибаутками, но начнется рандеву. Россия. Америка. Россия. 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 Топарашев. Топарашев. И бык появился. Ух ты, бог ты мой. Сразу получает удар в живот. Аскольд запашный. Но ситуацию выровнял, взял себя в руки и продолжает действовать. Все, что надо. Это просто смешно вам говорить об этом. Надо пролезть через норку, взять в домике кусочек сыра. Молодец, молодец, молодец. И назад, через норку тоже вернуться на свое место. Двигается одновременно и российские, и американские спортсмены. Оба засели в домике. И даже не помышляют о том, чтобы побежать. А это Дима Носов пытается работать. Нет. Ой, ой. Да, да, пижонство до добра не доводит. Сыр потерян. Надо беречь силу, надо беречь себя. Пошел запашный. Проходит все гладенько. Доходит до домика. Судя по тому, что не вылезает, он еще успел перекусить с поролоновым сыром. Опа, опа. И попадает на рога к животному. Надо заметить, что это очень свирепое животное. Это единственный во Франции бык-мясоед. Его подкармливают сырым мясом, поэтому он просто натаскан на плоть. Нехороший какой. Опа, наша норка попадает под раздачу. Ничего не видит наш спортсмен и не торопится. Налево посмотри, бычок. Молодец. Дамы и господа, прославленный дрессировщик бешеных тигров, аскольц запашный, блистательно сидит на заборе, спасаясь от двухлетнего французского быка-мясоеда. Не разрешает рефери передвигаться по забору. Ой-ой-ой. Опять рогом и по ногам, и по рукам, и по пятой точке. Бух! Получает наш спортсмен. Вот эти люди вытаскивают на себя внимание быка, когда игра приобретает либо затяжной, либо чересчур опасный поворот. Работают наши спортсмены очень и очень четко. Но надо заметить, что и американцы мечут сыр, будь здоров. В нот пошел наш спортсмен на дистанцию. Но, к счастью, для спортсменов в ринге звучит сирена. Стоп игра! Россия! Россия! Молодцы, они так, не боясь, так активно от него бегали. Молодцы, мне понравилось. Мы выиграли этот конкурс. У нас четыре сыра. Я тебя поздравляю с первой победой. Сейчас мы посмотрим. Мы пока собрали больше американцев. Нам нужно, чтобы мы собрали больше всех. Вот так. Дима в два раза, по-моему, за сыром бегал. Самый первый раз. Что-то он быстро вылез из этой штуки. Вот поэтому его бык, короче, оба. И раз в четыре, наверное, пырнул. Вообще, он второй раз молодец. Юркий. Вообще, Юркий такой пацан. Я считаю, что мы с Димкой вели себя оптимально. Немножко более дерзко, чем нужно было бы. Но, тем не менее, в связи с тем, что это финал, и можно было немножко порисоваться. Ребята, вы выбрали очень правильную тактику. И она действительно сработала и не могла. Мне кажется, что мы победили. Это самое главное. Следующий раунд для Китая и Казахстана. Три, два, один. Выпускайте ВК. Прозвучало вот это вот пресловутое. И похоже, что с этим чернявым красавцем еще больше не повезло. И китайцам, и казахам. Давай, давай, командуют. На чисто русском. Ой, 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 как разыгрываются события. Бык прошел через вот эту нору. Господи, что там происходит? Господи! Такого я никогда не видел. Это животное разнесло просто в дребезги. Простите меня, втропадан. Мышиный домик. Да, да. Перекрестился Аскольд Запашный. Радуюсь, что это животное не попалось ему в прошлый раз. Бык ходит, где ему заблагорассудится. И опять, опять он атакует спортсмена. Вышел Бык, а спортсмен нет. Бык на своих рогах вынес спортсменей хвост. Все прогрессивное человечество задается вопросом. А где китайский спортсмен? Без хвоста и правого уха он пытается во своя... Ой, какой удар получает китайский спортсмен. Ой. И убегает. Казахский парень, господи, господи, не выживет. Китайский спортсмен не выживет. Да, дорогие друзья. Если предыдущего Быка подкармливали для злости мясом, то этого Быка уже для злости подкармливали мясом предыдущего Быка. Боже, боже, что происходит с казахским спортсменом. Держится за свою маленькую мышиную голову казахский спортсмен. И не успевает убежать китаец без сыра, без хвоста и без ушей. Он просто драпает. Трудного слова нет. Вновь Бык выцеливает вокруг этого домика. Казах пытается вылезти. Бык пытается снова и снова зайти в этот домик. Господи, он разбегается. Остановите его кто-нибудь. Видимо, все боятся. Опять это мне. Не могу, не могу. Кто-то же должен вам донести весь ужас происходящих событий. Какой кошмар, какой кошмар. Бык находит казаха. Бык его находит. Ходит по кругу, как акула. Выцеливает. Все. Выходил, ты убегай оттуда. Все. Это конец казахского спортсмена. Посмотрите, что происходит. Аскольд Запашный пытается спасти казахского товарища. Да, вот для чего нужен прославленный трассировщик диких животных. И сам попадает на рога. Просто потрясающе. Держит быка. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это поединок. Господи. Стоп игра. Браво. Аплодирует стадион. Браво всем. Всем, кто пережил эту бойню. А мне воды. Только что спас наших казахских братьев. Бык уже начал месить казаха. И тут выскочил отход через забор. Платил быка за рога. Тащил от него. Этим займом он спас казаха. Молодец. Посмотрите, что происходит. Выживший казахский спортсмен. Ничего он пока не понимает. Просто передает в камеру. Причем всех держав. Привет своей маме. Маму, привет. А где наш красавчик Запашный, а? А вы никогда не дружите? Мы не дружим, как видели. Это говорит, во-первых, о дружбе народов. Раз. А вообще о мужской солидарности. Два. О бесстрашии и мужестве. Три. И самое главное, о мужестве и благородстве русской души. Действительно помог. Подбежал. Говорит, давай руку, давай руку. А я думал, кто это, китайцы, что ли? Молодец, спасибо. Здорово. Прекрасный Запаш нам продемонстрировал. Он просто чудеса в дрессировке. Помог противнику. Вот это я понимаю. Как направляются человеческие качества. Вот тогда игра интересная. Я обижал помогать человеку. Вот и все. Я надеюсь, что любой человек, который почувствует в себе силы для того, чтобы помочь, пойдет с этого штаба. Казахский спортсмен благодаря помощи Аскольда Запашного отделался легким испугом. А вот китайскому игроку пришлось гораздо хуже. Бык нанес ему несколько мощных ударов. Один из которых очень сильный пришелся в живот. От боли спортсмен начал терять сознание. Французские медики приняли решение срочно госпитализировать китайца. Все, конечно, хотят победить, и это прекрасно. Но хотелось бы, чтобы все-таки это стало удовольствием, а не калечением. Все-таки, вот так бы я сказал, серьезным. Ребята, берегите себя, ребята. Конкурсы с быками, пожалуй, самые опасные на больших гонках. Во второй игре четвертого сезона животное серьезно травмировало актера Ивана Кокорина. В шестой игре по вине быка получил травму колена призер Олимпийских игр по санному спорту Альберт Демченко. Американцев бык серьезно помял в третьей игре. Я мертвый. Мертвый. Но больше всего не везло в этом сезоне китайцам. Может, виной тому суетливость китайцев на арене. А французские быки не терпят суеты. Но иногда доставалось и самим животным. В третьей игре Альберт Демченко, защищая партнера по команде, скрутил быка в бараний рог. Не знал бык, что отделался легким испугом. Но я бы быков не только таскал, я их еще и ем. Всем привет! Итак, дамы и господа, я вам с удовольствием сообщу результаты конкурса. Один балл получает Казахстан. Китаю и Америке достается по три балла. Победила в этом конкурсе Россия четыре балла. Общие результаты по итогам двух конкурсов таковы. Пять баллов Америка. Пять баллов Казахстан. Шесть баллов России. Это неплохо, если бы. Не одно, но. Семь баллов в Китае. Я больше ничего не буду говорить. Думайте сами, решайте сами. У меня уже, в общем-то, слов не догни то-то чувство и эмоции. Поэтому я хотела бы пожелать ему, чтобы они обязательно следили за тем, что происходит. И были очень внимательны. И главное, рассчитывали на победу только. Победить сильного соперника намного приятнее, чем слабого соперника. И победа ценится намного выше. Ну ничего, мы справимся. Мы справимся, все будет хорошо. Леди и джентльмены, прошу любить и жаловать следующий поединок. Бутылочки. В конкурсе «Бутылочки» участник в костюме «Бутылки» должен набрать воды. Другие игроки затыкают бутылку пробкой и наклеивают этикетку. После этого бутылка может бежать в корзину. Как только в корзине соберутся три игрока, команда отправляется в финишной черте. Сложность в том, что костюм «Бутылки» очень неудобный. И бежать придется по вращающемуся барабану. Победит та команда, чья корзина с бутылками быстрее придет к финишу. Итак, пока капитан команда дает последнее наставление, кто заявлен в конкурсе? Две девушки. Марина Курцова. Марина высокая, она будет закрывать бутылки пробкой. Оля Данилова быстрая, сильная, она будет клеить наклейки. Света Рубина занимает центральное место в коробке. И два молодых человека, Леша Селиверстов и Дима Носов, должны будут занять эти места бутылок. Да, но он очень смешной, хотя он очень тяжелый, конечно. Я представляю, какая физическая нагрузка, какой нужен вестибулярный аппарат, чтобы это все у тебя окружилось. Но забавно очень, симпатично, по-моему. Такая разрядка между тяжелыми конкурсами все-таки. Как вы помните, в девятой игре команда России поставила в этом конкурсе рекорд скорости. Действия ребят были четкими и слаженными. Они преодолели дистанцию за минуту и пять секунд. Удастся ли повторить успех сегодня? Надеюсь, что в этот раз будет еще лучше, еще синхроннее, еще сплоченнее. И мы с кем выиграли. Дорогая наша команда, вы не забудьте, что мы есть у вас. И вы есть у нас. Все будет нормально. Россия! 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 Россия покатилась по стадиону. И это значит, что пришло время для старта российской команды. Один старт. Бежит наша спортсменка. Света Рубина. Дорогая, стрелья! Очень четко, очень собрано, очень грамотно. Преодолевая дистанцию. Победила. Очень хорошо! Бежит следующий наш спортсмен. Да! Сейчас он наполнится водой по самое не горюй. Этикетку шлеп. Нет, не получается. Ой-ой-ой! Нет-нет-нет! Этикетки нет. Вот, дорогие друзья, из этих вот мелочей складывается работа команды. Молодец! Рефери не разрешают так неаккуратно работать. И это, я так думаю, абсолютно справедливо. Молодец! Молодец. Светочка все сделала как надо. Побежал у нас следующий игрок. Хорошо бежит. Сейчас наполнится в желе. Наполнил. Получил хлюп с пробкой. Получил бам с этикеткой. И теперь надо попытаться вскочить в тару. В тару все вскочили. Понеслась. Опа-опа! Молодцы! Попали сразу с места и сразу на фиг. Я боюсь, дамы и господа, забегать вперед. Но мне кажется, что это лучшее время в этой дистанции. Наши молодцы. Наши просто так. И как-то умненько, и так хорошо. Не беспомощно. Молодцы. Мы болели. Спасители за нашу команду. Мы сделали это. Молодцы. Герой! Герой! Все-таки молодец. Сориентировалась моментально. Сказывается спортивная хватка. Доспадала наклейку. И прилепила ее на место. Синтересно, я говорю, ты стой на месте, я сама за ней сбег. Мы как-то так вернули. Я очень удачно и взяла, и быстро встали. И получилось по времени очень хорошо. Пока мы лидируем, мы идем первые. А сейчас лучшие моменты выступления команд Казахстана, Китая и Америки. Если бы давали приз за самую волевую игру, его в этом конкурсе получил бы Казахстан. Твердой походкой, сжав волю в это дело, ну то есть в лаг, спортсмены стремились к финишу. Никакие препятствия не могли их остановить. Хороший результат у Казахстана – 1 минута 15 секунд. А вот китайцам от французских бутылочек было плохо. Они не держались на ногах. Кое-как собрались в ящики, но сообразить, куда бежать на троих не смогли. Не понимали, где они, с кем они. Вообще не дошел до финиша Китай. Не хватило, что называется, времени. Американские спортсмены к этому конкурсу готовились. Злые языки даже утверждают, что готовились во французских винных погребах. Но это наглая ложь. Таких больших ящиков в местных погребах просто нет. Хорошо работали американские спортсмены. Испортила все американская спортсменка. Запуталась в ящике сама, запутала партнеров по команде. Результат Америки в этом конкурсе 1 минута 20 секунд. Ну что ж, завершился конкурс. Результаты подведены. Сегодня все работают четко, грамотно и очень-очень быстро. Один балл уходит в копилку Китая. Два балла достается Америке. Три Казахстану и целых 4 балла получает за этот конкурс команда России. По итогам всех прошедших конкурсов вереница цифр такова. 8 баллов у Казахстана и Китая. 7 баллов Соединенные Штаты. 10 баллов. И это уже отрыв российской сборной. Красивая победа наших ребят в прошедшем конкурсе вдохновила трибуны. Радуется российская группа поддержки во главе с девчонками из фабрики. Это большой финал, большие гонки, сезон 4. Первый канал представляет. Естественно, что мы впереди. Боюсь даже счет смотреть, чтобы не сглазить. Все хорошо. Слава тебе, Господи, слава тебе, Господи. Спасибо. Леди и джентльмены, сегодняшняя программа набирает не только ужаса, но и обороты. Следующий конкурс. Живое море. Задача участников в этом конкурсе – пробежать по помосту, не расплескав воду, и наполнить резервуар своей команды. Проблема в том, что дорожка очень скользкая, а под помостом лежат игроки команд-соперниц, которые изо всех сил мешают игроку бежать. Живое море. Конкурс, ну прямо скажем, не из приятных. Все в мыле, все вращает, все бежит. Кто заявлен в нашу команду? В нашу команду заявлены лежать под этим помостом Леша Сильверстов, Миша Сайфулин и Марина Купцова. Рассказали ли вы, что бывает, казалось бы, просто лежа внизу? Мы-то с вами знаем, что травмы такие, что людей потом увозят просто в пластиковых корсетах. Вы предупредили людей, что... Да, я предупредила ребят, особенно Марину Купцову, но, слава богу, у Марины очень длинные ноги, руки, ей просто не нужно будет вставать на, скажем так, на позвоночник. Французские организаторы предпринимают все меры безопасности, но все равно игроки получают травмы, потому что отдают игре все силы и в пылу борьбы себя не щадят. Мы все помним, какой ценой в четвертой игре дался конкурс «Живое море» мастеру спорта по легкой атлетике Татьяне Кононенко. Тогда же с площадки прямо в больницу увезли и казахскую спортсменку. После такого инцидента все спортсмены особенно тщательно готовятся к конкурсу. После всех травм, которые здесь были получены, в принципе, очень хорошая штука, при нагрузке на спину. То есть вот так одеваешь и можно долбить, долбить, рвать всех. Спортсмены готовятся к конкурсам, а ведущие ищут ответ на главный вопрос сегодняшней игры. Кто станет победителем? С восточной дипломатичностью подошла к главному вопросу китайская ведущая. Вы симпатичный мужчина, настоящий мужчина. Нам нравится вы, и говорите что-нибудь для китайской публики. Но разве может красивая женщина умело выстроенным вопросом сбить с толку нашего Дмитрия Нагиева? Я желаю всем жителям Поднебесной побед на спортивных турнирах. Но мы предупреждаем, что мы будем тоже бороться. Спасибо, спасибо. Китай, Казахстан. Три, два, один. Вперед! За моей спиной происходит немыслимое. Российские и американские атлеты пытаются скинуть с мыльного помоста спортсменов Китая и Казахстана. Это мыльно-пролитное побоище. Слава тебе, Господи, что не кровопролитное побоище. И изящная китайская спортсменка пыталась покорить вот этот вот Эверест. И крупная казахская красавица с двумя полными ведрами, не дай Бог, встретить бабу с пустыми ведрами. Нет, здесь спортсменка с полными ведрами пытается штурмовать вершину. Ну, собственно, она ее пытается так мыслях штурмовать, но такая тактика. Нет, ее сейчас снимут, конечно, поверьте моему опыту, ее просто-напросто с дистанции снимут. Она прыгает, причем в обратную сторону. Давай уже, Казахстан, спортсменка, прыгай быстрее, песок один на всех, все хотят попрыгать, получить удовольствие. Нет, ну это нереально вообще, это пройти нереально. Баб, бежит, бежит изо всех сил, опрокидывая ведра, мыльное живое море. Каждый раз радуюсь, как ребенок, вот так, когда произношу на этих играх слово «живое». Значит, слава тебе, Господи, все живы и местами даже здоровы. Ничего не получается. 0-0-0-0-0-0. Раунд Китай-Казахстан завершен. И вот сейчас начнется время чудовищных испытаний для России и Америки. Слушай, поздравляю, спасибо. Ой, прекрасно, Миша, молодцы, молодцы. Слушай, но тебя никто не прошел вообще практически, а дальше ты добавлял. А несколько Марина убрала, молодцы. Говорят, хорошо, четыре человека сбил, это, в принципе, такой нормальный результат, но ноги затекли просто страшно. Ноги ватными становятся. Минуту бьешь, бьешь, потом все отнимается и не видно. Поэтому приходится рассчитывать, понимать, бежит человек или нет. Я видел разные варианты прохождения, проходит. Кто-то в припрыжку, кто-то ловит ребят, начинает просто на них качаться, им по барабану что происходит. Кто-то проносится быстро, а кто-то ползет и все равно доносит воду. Так что здесь тактики нет, скорее надо поверить собственной физике. И, как мы уже шутили, выжать хотя бы футболку, если нет воды в ведрах. Выжать ее, выжать и победить. Кто бежит? Девочки бегут. Рогозина и Рубина. Хорошие, быстрые. А мальчики? А мальчики, аскольд и эфли. Я, конечно, желаю мужества нашим ребятам, выдержки, силы и здоровья. Вот, дай бог. Россия, Америка. Три, два, один, вперед. Итак, вот и началось. Первый американский атлет выходит на дистанцию. Он надул щеки, как лягушонок, пытаясь напугать, видимо, тех, кто лежит под скользким подиумом. Но они просто ничего не видят, поэтому им это надувание щек, как слава грабина. Вы знаете, первая команда, которая наполнит хоть немного, хоть немного сосуд с водой. О, разрешает Оливье Гонян американцам вылить несколько капель воды. Но эти несколько капель ровно никакой роли не играют. Поплавок, как был приклеен к гнищу, так, собственно, как гнищу и приклеен. О, старина Эвклид пытается штурмовать мыльный подиум. Но именно, что называется, попытка не пытка, это на уровне попытки и осталось. Дальше американская отлепка, красивая, здоровая девчонка, здоровых, красивых наколенников, здоровом, красивом шлеме, здоровых, красивых трусах. Еще и горбатая. И слетает с этого подиума. Следующим выходит Наташа Рогозина. Пытается она поменять тактику и с разгона взять дистанцию, так сказать, нахрапчиком пройти. И нахрапчик мы видим. Результатов пока нет. Но идет, двигается, двигается, ведь несет, несет воду Наташа. И вот сейчас Наташа выливает воду, которая может, в общем, повлиять на исход сегодняшней встречи. Да, по крайней мере, поплавок нашей команды дотклился от нища. И это, можно сказать, заявка. Поскольку ни китайцам, ни казахам изменить ничего уже не удастся. Америка напряглась. Выкидывает свои лучшие силы. Темнокожий американский атлет на дистанции. С американской раскорякой. У нас это называется раскоряка. У них это называется американский раскордаш. Раскордаш американцу не удался. Идет наш спортсмен Запашный. Пытается преодолеть. Сейчас будет кричать Оливье Гонян. Вставай, вставай. Вставай. Как бы вторя ему отвечает Запашный. Да не встается. Давай, вставай. И продолжает ползти с ведрами вперед. Отдельно ведра. Отдельно Запашный. Отдельно вставай, вставай. Оливье Гоняна. Вставай, вставай. Все отдельно. Но напоминаю, что наша команда уже лидирует. И два глотка воды Запашный выливает в копилку нашей команды. Да. Наш сосудик медленно начинает наполняться. Американская очень хрупкая, изящная спортсменка. Начинает движение по скользкому подиуму. И вы знаете, она настолько легко идет, что, может быть, просто спортсмены, лежащие внизу, не чувствуют ее. Она уже преодолела 12 сантиметров дистанции. Нет, нет. Это не работа. Света Рубина идет. Чумазая, как заморашка. Ну, а что вы хотите? Столько уже позади. Станешь тут заморашкой. Идет Света, закусив губу. Ух, ух. Но она двигается вперед. И ведь тащит, тащит. Я бы сказал, прет на себе эти ведра. Нет, нет. Конкурс завершен. Россия! Россия! Ну, и ты что это мыло? Нет, вот сюда посмотрите. Мы с тобой, ну, вот так прям. Ну, вот покажите, покажите вот это на первом. Нет, мы это сделали просто. Такое чувство, что вот чуть-чуть, хоть капельку мы принесли вот тут. Ты вообще умница. Ну, и потому что поддержка наша, ребят. Не знаю, все болели так, здорово было. Мы орали, как? А у больших всех. Это вопрос. Приятно выиграли? Боль. Очень приятно. Итак, дамы и господа, итоги подведены. Результаты, я надеюсь, вы видите на своих экранах. По одному баллу набрали Казахстан и Китай. Три балла заработала Америка и четыре балла уходят в копилку России. Общие результаты по итогам четырех конкурсов таковы. По девять баллов у Казахстана и Китая. Чуть больше десять баллов у Америки и лидирует Россией. Четырнадцать баллов. Это очень хороший результат, это хороший отрыв, это хорошая фора. Надо продолжать работать. Впереди еще есть, что показать и в чем себя проявить. Я была уверена, что... Хорошо. Молодцы? Да, ну, ты смотришь. А я верила, Лидия. Мы все молодцы. Мы все вообще молодцы просто. Я считаю, что для нас это абсолютно олимпийские игры, которые мы пытаемся, не тысчет, какой-то сделать результат такой, чтобы он кого-то удивил, чтобы он в общую копилочку команды и в общую копилочку победы. И болейте за нас дальше. Мы постараемся эту победу вырвать для вас. Итак, дамы и господа, следующий конкурс. Битва за водопой. В этом конкурсе первый игрок команды черпает ведром воду из бассейна и отдает второму игроку, который выливает воду в бочку. Сложность в том, что по площадке носится бык, а ведро дырявое. Победит та команда, у которой по итогам конкурса будет больше всего воды. Итак, капитан команды Елена Яковлевна. Леночка, все, что связано вот с этим песчаным барханом, это ужас. Поэтому кого ты кидаешь на этот ужас? Ну, Мамаев Миша травмирован, но, несмотря на это, он очень хотел играть и дать передышку немножко ребятам для следующего конкурса. Поэтому он будет сидеть в бочке. И Эвклид... Эвклид Тюрдидес, я вижу, да, занимает позицию? Да, он будет, да. А Мамаева ты в бочку сажаешь? Это не я его тренера садила, а я поддержала. Леночка, как вы считаете, у кого из вашей команды вы уже полуфинал с ними прошли? Вот у кого хороший вестибулярный аппарат? Не надо больше. Кроме Мамаева. Миша, давай для комплекта, у тебя же один палец еще не сломан. У меня девять не сломаны. Для меня, вот для меня, это забава такая, мужская забава, зайти в клетку с быком, почувствовать адреналин, испугаться, преодолеть страх. Так же, как люди прыгают с парашютом, допустим, да, или выходят на ринг. То есть преодолеть, преодолеть себя. У нас очень большая надежда на наших ребят. Дело в том, что они знают законы магии, они спросили, как по-французски называется большой бык, и сейчас они его... Внимание, выходит бык. Ну, посмотрим, как себя правят спортсмены. Все четыре команды сейчас находятся на рубеже. Ух, мама, да какая бык. Узнал сразу толстого американского парня. Но и американский парень тоже сразу узнал быка. И у Лепетова в сторону казахской команды сразу по почке получает российская команда. Мамаев затихарился в бочку. Мамаев выше, чем бочка, где-то два с половиной раза. Как он в эту бочку поместился, для историков, видимо, это останется загадкой навсегда. Пока не клеится игра ни у кого, кроме китайцев. Китайцы черпают и черпают. По условиям ты не имеешь права зачерпнуть воду и сам ее в бедро вылить. Нет, это обязан сделать только игрок, сидящий в бочке. Не шевелись, Мамаев в бочке, советуют наши игроки. Бык видит Мамаева. Мамаев тоже видит быка. Они оба друг друга видят, вспоминают что-то из фронтового прошлого. Опа! Бык увидел толстого американского мальчика и выцеливает его. Китайский спортсмен замер. Плакет, молодец, молодец. Беги, 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 беги! Бык работает аккуратно, но очень и очень напряженно. Беги, беги! Я боюсь что-то говорить, но, по-моему, наши спортсмены пока самое меньшее количество воды принесли. Опа! Увидел бык опять толстого американского мальчика. И этим очень грамотно пользуется китайский спортсмен. Так, китайцам не повезло. Бык опрокидывает не только китайскую бочку. Беги, беги, беги еще! Посмотрите, мальчик, то название, что толстый американский, он спасает своего друга, выманивая быка на себя. Очень грамотно работает, спасая не только человека в бочке, но и всю команду. Стоп игра! Стоп! Стоп! Поединок окончен, да. И на последних секундах бык опрокидывает американскую бочку с водой. Я не знаю, как арбитры будут подсчитывать результаты, ведь все произошло уже после сирены. Бочка, по факту, оказалась очень маленькой. У нее поместиться, и главное, двигаться в ней, очень сложно. Руки, блин, не вылезают, плечи широкие мужские. Вот. И вот это тяжело. Я думал, этого американца прибью. Но он просто мешался на моей стороне, хотя его бочка была черти где, и он пытался опять быка привлечь на нашу сторону. И, по-моему, один раз выскокнулись с ведрами, и у меня вытекла вода вся. А вот российские болельщики заметили, что нечестно играли китайцы. Один из спортсменов положил на дно дырявого ведра лист картона, и поэтому принес воды намного больше, чем другие игроки. После конкурса китайцы пытались закопать улику в песок. Но не дремали болельщики и тренер россиян Ольга Слуцкер. Картонка была выкопана и предъявлена французским судьям. Китайский игрок положил на дно ведра вот этот картон, он сейчас уже развок распался, который, естественно, позволял не выливаться в воде, приносить больше воды. Вот, пожалуйста. Да, и есть инсайд. Судьи признали игру китайцев нечестной и лишили команду нескольких баллов. А вот американцам просто не повезло. На последних секундах бык сбил ведро, и команда Америки осталась без воды. Итоги подведены. Результаты, я надеюсь, вы видите на своих экранах. Один балл получает Америка. Китаю достается два балла. Три балла у России. Победил в этом конкурсе Казахстан. Четыре балла. И вот такая вереница чисел по итогам всех конкурсов России. 17 баллов, 11 баллов Америка, 11 баллов Китай и 13 баллов Казахстан. Это просто случай везения. Потому что все ребята работали очень хорошо. Значит, просто, ну, вы сами знаете, бык есть бык. И как он себя поведет, это никому не понятно. Поэтому, если казаки на первом месте, значит, казаки молодцы. А мы на втором. Россия должна быть на первом месте. На первом. И она будет на первом. Это один из конкурсов, где мы пришли со вторым местом. Я считаю, что она и так на первом. Мы все ближе и ближе подбираемся к финалу. Это струсинная гонка. Задача участников – проехать на велосипеде в костюме Страуса, сорвать подвешенную фляжку и добежать до финиша. Проблема в том, что костюм Страуса тяжелый и очень неудобный. А бежать придется по вращающемуся кругу. Победит та команда, Страус, который в финальном заезде придет к финишу первым. В каком состоянии находится спортсмен и кто заявлен в этот сложный конкурс? Вима Месов и Наташа Рогозина. В чем будет заключаться задача девочек на старте? Помочь кому человеку, который в этой кукле ничего не видит, ничего не слышит. Еще я скажу нашим телезрителям, что вес вот этой вот куклы 22 килограмма, и ее просто тяжело держать на плечах, а тем более ехать в этой кукле. Нелегко придется в костюме Страуса призеру Олимпийских игр подзюдо Дмитрию Носову. Он выходит на дистанцию с травмой спины. Но Дима со сломанной рукой побеждал на Олимпийских играх. И сейчас тоже уверен в своих силах. Есть такие вещи, как надо. Команда решила, что лучше всего, наверное, с этим должен справиться я. Сейчас сюда наш дорогой Дмитрий прибегал. Он всех подбодрил, он всех подержал за руку. Он попросил, чтобы его поддерживали. Я думаю, что мы будем поддерживать, они будут стараться. И, конечно, наше дело правое, поэтому мы победим. Давай, Россия! Давай, давай! Давай, Россия! Давай, давай! Внимание! Три, два, один, поехали! Итак, дамы и господа, вот он старт. Сразу смешно карьеру рвет китайский спортсмен. Драка, бойня между казахским и российским Страусом. Ой-ой-ой, какая интрига! Обошел на повороте российский Страус. Казахского срывает бутылочку. Добегает, да, все, мы можем быть спокойны. Здесь не надо рваться, лезть из кожи. Вот здесь достаточно занять. Господи, меня чуть-чуть затоптали казахские Страусы. Все, у американской птицы не сложилось. Игра с американской дистанции сходит. Россия! Россия! Три, два, один, пошли! Педагограмм и господа вновь донсал. Боже, как хорошо работает китайская спортсменка. Она как снаряд выталкивает китайского Страуса. И это, в общем, дает ему право надеяться на свою победу. Китайский Страус опять первым на дистанции. Но нагоняет его Димоносов. Опережает, выкидывает нашего спортсмена. Но он финиширует. Финиширует первый. А кто, кто будет вторым? Китайский Страус второй. Казахский Страус пытается завершить дистанцию. Падая, кувыркаясь. Да уже остановись, казахский Страус. Там даже бежать некуда. Итак, финальный старт этого конкурса. Нервы на пределе. Рогозина и Носов против сборной Китая. Старданк вновь, так как в предыдущих заездах на полкорпуса. Но опережает китайский Страус, нашего Страуса. Но на повороте, на скользком подиуме, на полпера российский Страус опережает китайского. Ой-ой-ой, как вращает Страуса. Выкидывает, выкидывает с подиума. С вращающейся центрифуги российского Страуса. Но и китаец тоже не комельфо. Перья в сторону. Клювэ в Ростопырку. Наш Страус на этой дистанции первый. Все, китайцы уже нас не догнать. Победил Страус из России. Носов! 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 Попробуйте, достаньте теперь. Наш самый лучший. Он абсолютно честно толкнул китайца. Сделал ему подножку, подсыпал ему яду. Он был таким страусом. А ты подсёкли его действительно? Ну вот, леди джентльмены, и всё. За нами только рубеж финала. Результаты конкурса «Струсинная гонка» вы видите на своих экранах. Один балл заработала команда Америки. Два балла Казахстан. Китай кладёт в свою копилку три балла. И победила Россия. Четыре балла. Мы стартуем с наивысшей отметки. Даже цифры такой нет. Просто планку рефери поднял на самую высокую точку, с которой возможно стартовать в этом конкурсе. С отметки 12 будет стартовать Соединённые Штаты. С отметки 14 Китай. С отметки 15 Казахстан. А сейчас мы переплёвываем через левое плечо. Нам с вами остаётся только ждать. Это Первый канал. Меня зовут Дмитрий Нагиев. Спасибо, что вы... Я больше чем уверена, что мы выиграем, мы победим, и иначе быть не может. В финальном конкурсе «Горки» трем участникам от каждой команды предстоит с помощью шеста подняться на вершину «Горки». Игроки стартуют с разных позиций. В зависимости от того, сколько баллов заработала команда в предыдущих конкурсах. Участник, который придёт к финишу первым, принесёт своей команде победу в сегодняшней игре. Я думаю, что вот этот заключительный конкурс сегодня покажет, на что способны русские люди вообще. И что наша страна самая лучшая. Я сегодня в этом ещё раз убедилась. Большая ответственность сложится на плечи этих ребят. Они идут защищать. Честь России в решающем конкурсе большого финала. Добивать «Горку» отправляется мастер спорта международного класса по спортивной аэробике Василий Козырев. Подхватит эстафету мастер спорта по спортивной гимнастике Кирилл Жинкин. И завершит дистанцию мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике Борис Станокин. Родил доходит до финала. Внутреннее состояние, что мы машины. Трансформеры. Некоторые трансформеры. Сейчас выйдем и сделаем максимально. Выложиться на полную катушку готовы и американские морские котики. У этих ребят железные нервы. А это половина успеха на горке. Китайские гимнасты концентрируются перед последним рывком. На утренней тренировке они покорили горку за рекордно короткое время. Казахские спортсмены подошли к финишной прямой с победным настроем. Они уверены, Казахстан победит. Мы должны быть сильнее. Мы должны быть быстрее и лучше соперников. Потому что Россия чемпион. Пожелаем нашим ребятам олимпийского спокойствия. И скрестим пальцы. На удачу. Смотрите, что творится на стадионе. Трибуны уже не сдержать. Трибуны все перекочевали сюда. На место, откуда ведут свои репортажи ведущие всех четырех держав. Россия, Америка, Китая и Казахстана. Главное, чтобы не случилось никаких непредвиденных неприятностей. Вот и все. Так что Россия! 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 Прошу ответов занять свои позиции. Леди и джентльмены, спортсмены занимают свои боевые позиции. Нам остаются считанные секунды до момента, когда мы узнаем, кто же является чемпионом больших гонок 2007. Итак, старт дан. Вася Козырев сразу финиширует. Это хорошая уже фора для нашей команды. Кирилл Жинкин правильно, не нарушая ни одного пункта, оговоренных организаторами. Продолжает покорять дистанцию. Китайский спортсмен сокращает отрыв российской сборной. И Борис Становин финиширует. Замешкался на финише китайский спортсмен. Все, китайцам ничего не изменить. Ничего не изменить. Россия на финише. И нас невозможно остановить. Просто гениально. Молодец. У нас настоящая команда. У нас настоящая страна. У нас большие люди. Ура! За Россию! Вы же вас всех не повреждали, что вы победили. Ура! 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 Я люблю тебя, Россия! Ты первая. Борьба была нелегкой, но мы верили в свои силы. Мы знали, за нас болеет вся Россия. И поэтому мы снова лучшие. Мы чемпионы. Кубок победителей больших гонок российской команде вручает мэр города Канны. Эта награда принадлежит нашей стране по праву. Когда-нибудь историки снимут запылившийся фолиан и прочитают 2007 год. Франция. Большие гонки. русские чемпионы. Они не будут знать, сколько за этими словами для нас стоит слез, разочарований, поражений, радости и побед. Меня зовут Дмитрий Нагиев. Удачи вам, любви и терпения. Все. Но это только пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова